Всем привет! Сегодня у нас очень красивая токарка на канале. Сегодня будем испытывать алмазные резцы. Полностью очистил токарный станок от стружки. Отмыл его и он теперь опять как новенький. Итак, приступаем, ребята. В наличии есть две интересных пластины. Эта пластина по цветным металлам. Мы ее протестируем. Ну а вот алмазная пластина. Обработка должна быть вообще восхитительная. Для начала хочу выразить огромную благодарность ребятам из диска краса, которые прислали мне эти резцы. Они сами обрабатывают диски точно такими же резцами. Вот мы, ребята, протестируем. В выборе болванок я вас не разочарую. Но колесных дисков у меня нет. Они не поместятся в станок. Я возьму вот такой алюминиевый куб. И мы проточим его со всех сторон. Выровняем. Посмотрим, как получается. Далее хочется испытать также и другую цветнину. Поэтому возьмем вот эту вот латунь либо бронзу. Я не знаю, если честно, ребята, что это такое. Доподлинно неизвестно. Вы тоже 100% не сможете сказать, что это такое. Хотя можете попытаться. Жду ваших доводов. Жду битвы латунь против бронзы. Ну как всегда, как обычно. Кстати, заодно можете определить еще марку алюминия. Естественно, вот это в такой патрон не поместится. Поэтому, наверное, сразу мы поставим большой патрон, чтобы все было как положено. Есть! Нелегкое занятие, я вам скажу. Зажмем, пожалуй, куб. Давайте попробуем. Естественно, это маленькие обороты. Надо бы побольше. Станок на опорах теперь. Вибрировать не должен. По-прежнему не вибрирует. Вот так вот уже чуть-чуть есть. Значит уменьшаем. Это вполне нормальная скорость. Если такая болванка вылетит, конечно, по башке. Мало не покажется. Поставил твердосплавной резец. Алмазом будем драть потом. Здесь нужно убрать выступы. Этот торт самый кривой. Для этого мы воспользуемся таким резец. Пластина для цветных металлов. Полированная. Для тех, кто будет искать, вот такая пластина. Пробуем. Подачка минимальная будет. Но глубина приличная. Уже начало брать что-то там по мелочи. Хорошо идёт. Так, вырубили свет, ребята. Так что в следующий день продолжим. Поверхность гладкая. Не сказать, что она зеркальная. Возможно, не хватило оборотов. Но с такой болванкой мы не можем дать большие обороты. А теперь, ребята, мы попробуем алмазным резцом при тех же условиях. Что получится? Очень мягко идёт, хорошо. Вращение шпинделя около 300 оборотов в минуту. Такое ощущение, что поверхность более зеркальная получается. Так оно скорее всего и должно быть. Резцы алмазные более острые. И меньше схватываются с алюминием. Нарост фактически не образуется. Это, конечно, на чистоту негативно влияет. Попадание стружки. Стружка испортила поверхность. Чтобы этого не было, сделаю подачу на себя. Можно теперь рассмотреть повнимательней. Вот так получается на моём станке, ребята. Видно, полосы есть какие-то. Оно на самом деле очень гладкое. Полосы из-за того, что изношен подшипник и станок не даёт уже такой уж прям сверхфантастической чистоты. Хотя резец, вижу, на это способен. Здесь получилось какое-то разграничение, когда начало цеплять края. Видимо, слетел на рост в какой-то момент. Такие дела. Сейчас обработаю весь куб в таком же ключе. Надоело мне, что он такой страшный у меня лежит. Наберусь немножко опыта работы с алмазами. Посмотрим, как оно будет выглядеть. Получается великолепная поверхность. Но она не такая, скажем так, блестящая, как хотелось бы. Алюминий не такой уж сверх суперфантастики. Поэтому принял решение, мы ещё какой-нибудь алюминий попробуем. Может быть сделать с этой заготовки куб в кубе? Это будет реально жесткий перевод материала. Как вы любите, ребята. Вот что получилось. Если честно, ребята, я ожидал зеркальной поверхности. Вот это обработано тоже алмазным резцом. Ну как-то оно гладенькое, конечно. Но поверхность не зеркальная. Вот здесь обработано обычным твердосплавным резцом. Но специально предназначенным для обработки цветных металлов. Здесь видно есть намеки на зеркальность. Это первые были проходы. Здесь зеркальности даже побольше. Видно ореолы такие. Радуга. Не очень, если честно, доволен результатом. Всё-таки от алмазного точения я ожидал большего. Кстати, на этом резце образуются наросты алюминиевые, что не очень хорошо. Здесь нарост не образуется фактически. Обработка идёт довольно-таки стабильно, хорошо. Но качество меня всё-таки не устраивает. Попробуем проточить вот этот блинчик. Посмотрим, что получится. Всё-таки алмазное точение должно радовать глаз. А оно не радует. Для начала выровняю обычным резцом твердосплавным, чтобы увидеть разницу при обработке алмаза. Смотрим, здесь и звук другой. Тут видно, что металл получше. Сразу процесс пошел по-другому. Сразу красиво пошло. Разница в материале существенная. Разница, я вам скажу, грандиозная. Даже обычным резцом здесь просто потрясающе получилось. Сейчас сделаем проход алмазом. Пошел процесс. Такое ощущение, что примерно то же самое получается. Хотя нет, вот пошло уже лучше. Видно, слетел нарост с резца. Видно, был всё-таки небольшой нарост. И пошло уже поинтереснее. Сделал несколько проходов. И удалось добиться вот таких результатов. Просто восхитительно. Играет всеми цветами радуги. Фантастика. Блинчик на грани фантастики. Когда поменяю все подшипники передней бабки, будет еще круче. В сравнении с поверхностью на кубике небо и земля. Все-таки алмазное точение это очень круто. Но подозреваю, может быть еще круче. Красота неописуемая, ребята. Это просто кайф. Вообще восхитительная поверхность. Да! И чтобы совсем уже разобраться с алюминием, проточим пруток снаружи. Это AMG-6. Подача минимальная. Обороты можно увеличить. Примерно 600 оборотов в минуту. И будем пробовать. Здесь чисто так, без больших съемов. Просто посмотреть на чистоту обработки. Вдоль мой станок режет значительно лучше, чем торцует. Я имею ввиду по чистоте поверхности. Самое интересное, что алмазный резец должен очень долго стоять. У него твердость высокая. Гораздо выше, чем оксидная пленка на алюминии. Хотя она тоже очень твердая. Из-за этого обычные резецы изнашиваются довольно быстро. Вот, ребята, что получилось. Вот такая чистота обработки. Осталось попробовать, как будет обрабатываться вот эта болванка из желтых пород металла. Попробуем и обычным резцом и резецом с алмазной вставкой. Сначала обычным резцом. Очень мягко идет обычным резцом. Обработка на самом деле очень качественная получилась. Возможно, эта пластина предназначена для такого рода металлов. Я не знаю, с чем связано, но нарост дико образуется от алюминия. Хотя вроде бы и пластина полированная. И для цветных металлов все должно быть нормально. Но нарост образуется. Теперь пробуем алмазом. Должно быть лучше. Алмаз более остро заточен. Посмотрим. Пошел процесс. Видно, что немножко блестящая поверхность. Очень красиво наблюдать за такой обработкой. Глаз радуется. Более качественная обработка. Пройдем теперь снаружи и посмотрим. Потому что снаружи, как я уже говорил, станок лучше обрабатывает. Вот так получается. Не представляю, что будет, если поменять шарикоподшипники на шпинделе. Потому что и так вроде бы как неплохо. Но будет еще лучше. Да, ребята. Причем, когда отводим назад, резец канавку не нарезает. То есть все нормально. Как смог, так и протестировал эти резцы. Очень хотелось это сделать. Все-таки не каждый день алмазные пластины попадают в руки. Ссылку на ребят из диска краса я оставлю в описании. Это моя такая маленькая благодарность будет. Ребята занимаются восстановлением и тюнингом колесных дисков. Так что кому интересно, ребята, переходите по ссылке. Посмотрите, что да как. Ссылку дам на сайт. Ребята, если вам тесты пластин понравились, напишите в комментариях. У меня есть всякие разные пластины под разные материалы. Есть даже под титан, под жаропрочную сталь. Все это мы можем протестировать на канале, но только в том случае, если вам это интересно. В общем, жду ваших комментариев. Естественно, я буду смотреть, интересно ли большинству, а не единичные случаи. Так что надеюсь, увижу в комментариях заинтересованность в этом вопросе. Ну а у меня на этом все, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока.